Всем привет, я Ростоцкий, а это Crusader Kings 3. Сегодня у нас будет немного необычное видео. Я решил вывести роллплей в крестах на новый уровень, и как вы могли доказаться по названию видео, поиграть за правителя с пьянством. При этом я сам буду выпивать, у меня тут припасено некоторое количество особой жидкости неизвестного происхождения, которая будет сближать меня и моего персонажа, и я надеюсь, что из этого выйдет что-то интересное и веселое. Также я решил, что вы будете видеть меня в прямом эфире, ну почти, чтобы все было честно и вы видели, что я эту жидкость действительно пью. В общем-то да, вот такой вот интересный повод я решил себе выбрать, чтобы напиться. Но на самом деле, мне реально интересно, что из этого выйдет. Если вы видите этот ролик, значит, скорее всего, что-то веселое здесь произошло, потому что если он не удастся, будет грустно, конечно, но я все-таки надеюсь, что это моя сегодняшняя жертва не будет напрасной. А вот и я. Всем привет. Мне очень непривычно записывать видео с веб-камерой. На стриме все было немного попроще, но именно записывать ролик для меня очень-очень непривычно. В общем-то, субстанция неизвестного происхождения здесь, и мне кажется, что я взял слишком много для себя, но так, наверное, даже лучше. В общем, прекращу я вот это вот употреблять, как только наш персонаж умрет. И, скорее всего, он умрет от пьянства, поэтому не забываем, что алкоголь вредит здоровью очень сильно. И, в общем-то, давайте посмотрим на нашего персонажа. Вот он, граф Светополк из Зольдина. Ему 16 лет, он амбициозный, гневливый, отважный. В общем, такой крутой боевой правитель. Я решил, что мы с вами попробуем создать Балтийскую империю. Скорее всего, за Светополку у нас не получится этого сделать, но я буду именно за земли Балтийской империи воевать. Как вы можете заметить, граф Светополк у нас пьяница, и, кстати, я решил сделать ему такую же прическу, как у меня. Ну, почти, почти. Если меня покрутить, то будет что-то похожее. Светополк, да, пьяница. Лицо у него красное. Возможно, у меня скоро тоже будет такое, но из-за плохого освещения вы, наверное, этого не заметите. Хотя, может быть, и заметите. Каждый раз, когда у меня будет спадать кулдаун от решения предаться пьянству, я буду выпивать вот этот стакан, ну, полностью до дна. То есть, независимо от того, сколько тут осталось, поэтому прямо сейчас придется нам это сделать. Не подумайте, что я алкаш и часто злоупотребляю этим, нет, но я решил провести такой эксперимент. Поэтому ваше здоровье, ребята, дух товарищества, что зарождается в компании других любителей выпивки, спокойствие, порождаемое туманом в голове, пора закатить пирушку, да, действительно. Еще одна чаша, и мои плечи чуть расслабляются. Вот так мне и нужно проводить время. Трезвость приносит страдания. Да. Готово. Я надеюсь, что наш персонаж успеет прожить достаточно долго, чтобы я поглотил столько алкоголя, сколько мне нужно для того, чтобы на меня это сильно повлияло. Есть у нас две проблемы, кстати, забыл я про них сказать. Первое. Я ничего не ел с утра. Я съел только один сырок из-за пилого кофе, поэтому, как известно, алкогольно-голодный желудок приводит к худшим последствиям. Я их чувствую себя лучше. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще есть здесь по совету. Канцлер Антоний, управляющий мэр Пшебыслав, Богдан Маршал. Так, Богдан, мне придется тебя уволить, у тебя очень плохое военное дело. Сразу, кстати, надо найти придворного врача, вот пусть моя жрица ей будет. Пока что я еще достаточно в сознании, чтобы понимать, что вообще здесь происходит, и чтобы более-менее нормально разговаривать. Кстати, да, мы находимся с вами в составе Помераний, и я думаю, что мы будем с вами, конечно же, воевать за независимость. Мы свергнем герцога Зима Мысла, заберем себе Померанию. Вообще, можно было сразу же за герцога Помераний начать, но решил я, что начнем мы за вассала, чтобы весь путь проделать, потому что нашему персонажу всего 16 лет, поэтому он многое успеет сделать. И думаю, так, что я хотел? Да, мне нужно найти придворных женщин, Ева, жрица моя. Давай мы тебе найдем хорошего мужа с военным делом, вот. Щенсны. Замечательное имя. Да, помимо того, что я буду постоянно выпивать каждый раз, когда спадает кулдаун у решения предаться пьянству, я буду еще постепенно тоже выпивать, просто чтобы уровень моей опьяненности повышался, а не стоял на месте. Надеюсь, из этого ролика действительно что-то интересное получится. Выбираем образ жизни, идем по стратегии, наверное. И давайте уже запустим время. Так, Щенсны приходит к нашему двору, сразу же делаем его маршалом. Тайный советник 12, нормально. Окей, сразу же повышаем авторитет короны. Что у нашего сюзерена по войскам? 1600, кстати, у нас феодализм. Да, это очень хорошо. Хотя мы с вами будем воевать с племенными правителями, если будем двигаться вот сюда, в Балтийские земли. И это значит, что мне придется все эти провинции феодализировать, это очень неприятно. И, скорее всего, вот эта вот прусская культура, они очень далеки от перехода феодализма, да. Но мы, померанцы, не сильно отстаем от остального мира. Возможно, я даже приму виделизм. А у меня сейчас какая конфессия? Славянское язычество. Да, возможно, я приму виделизм, либо я приму католичество, чтобы делать священные войны здесь. Потому что сейчас мне доступны только завоевания графства, но для принятия католичества нужно сначала стать независимым. Так, у моего сюзерена 1600 солдат, у меня 1100, кстати, неплохо. Давайте найдем союзника. Лютица, герцог Каспер. О, кстати, это очень хороший союзник будет, у него нормальное такое войско. Жена, правда, у меня будет 35-летняя, возможно, она мне никого не рдит, но я не собираюсь играть за своих наследников. Мы проживаем только жизнь графа Светополка. Запускаем время и ждем. Все, союз создан. Прямо сейчас уже можно, наверное, создавать фракцию сепаратистов. Хотя вообще мне надо было пойти по меритократии, сфабриковать претензии на помиранию, и тогда уже создавать фракцию в поддержку претендента. А могу ли я заявить права на титул Сюзерена? Мне надо контролировать хотя бы 51% графств до юри входящих в этот титул. То есть можно повоевать с вот этим графом Светибором? Поводов у меня для войны, правда, с ним нет. Значит, давайте фабриковать претензии. Захватим сейчас все его земли и попробуем заявить права на титул Сюзерена. Надеюсь, у меня получится. Моему вассалу вы влиятельный граф и по праву должны иметь голос в моем совете, признавая этот факт, и предлагаю вам должность маршала в державе помирания. Спасибо. Что мне дает должность маршала? Тоблисть плюс 2, затраты золота на затержание армии минус 10%, размер ополщения повышенный и плюс копыт к военному делу. Окей, спасибо большое. Вызов. Я устраиваю учебный бой с одним из моих солдат. Пот стекает у меня по лбу, как вдруг внезапно чувствую чей-то взгляд. Обернувшись, я вижу, что мой управляющий мэр Пшебыслав приветственно машет мне рукой. Я подхожу, чтобы приветствовать его. Мы беседуем о тренировках, обмениваемся уловками и советами. Я собираюсь отойти до следующего боя, когда мэр Пшебыслав улыбается и предлагает совместную тренировку. Да, давай подеремся, без проблем. У меня доблести, кстати, много. Вызов принят. Под вруехом разносится звон, когда меч и меч ударяются друг от друга. Все смотрят на нас, все хотят видеть, как, играв его управляющие, сражаются друг с другом. Толпа аплодирует моим выпадом, и ее восхищение придет мне храбрости. В общем, мэр Пшебыслав проигрывает. Можно его, кстати, наказать. Очень сильно он получит ранение, обидится на меня. Но нет, предлагаю закончить на этом. Хороший бой. Пока что я добрый и не собираюсь на кого нападать. Кстати, а мы же язычники, значит, можем делать налеты. Да, все верно. Давайте тогда сходим пару раз в налеты. Претензия на Мястко у нас уже есть. Можно делать претензию на Слупск. А мы пока что пограбим, наверное, Польшу. Хотя нет, король Болеслав мне наваляет. Да, надеюсь, я не начну материться. Значит, мы идем вот сюда, в Принц Лау. А, это вассал нашего Сюзерена, да? Кого бы мне тогда пограбить? Священная Римская империя там точно без вариантов. Велеть можно попробовать. Ладно, тогда мы никуда не идем. Да, жаль еще, что хоть я и язычник, но я не племенной правитель. Это значит, что профессионалы будут стоить золото, которое я сейчас получаю не так много. Кстати, управляющий, занимайся повышением развития в нашей столице. Я понял, что развитие это очень полезная вещь. Правда, повышаться развитие будет тут очень долго, да. Это лучше, чем вот этот сбор налогов. Хотя иногда выпадают, конечно, побочные эффекты, вот эти на доп налоги, но это происходит очень редко и лучше повышать, наверное, развитие все-таки в столице, чем просто вот если я включу сейчас сбор налогов, плюс 0,2 золота я получаю за вот эту вот задачу. В общем, лучше пусть он занимается управлением. Приветствую, граф Светополк. Ваш управляющий мэр Пшибыслав нанес мне смертельное оскорбление. Ему хватило наглости заявить перед моим двором, что я судомойка, я требую ответа за столь вопиющее неуважение. Ты кто такой? Пруссия. Милзос. Неплохо, Пшибыслав. Молодец. Оскорбляй всех, с кем я буду в будущем воевать. Понижаем стоимость Казусбелли. Справедливая война разблокирована. Так, можно прямо сейчас нападать на Гданьск, потому что я все равно не смогу в следующий раз воевать сразу же за несколько притязаний. Я уже чувствую, как пьянею. Причем довольно сильно. Опять же, то, что я ничего не ел, влияет на меня. Но мы идем в атаку с вами. Давайте, ребята, вперед. Наши союзники из Глютицы тоже идут за нами. Идем в бой, ребята. О, молодцы. Ладно, вы делитесь, наверное. А я тоже к вам присоединился. Ну ладно, я пошел на осаду. Заберем себе мястко. Да, союзники наши добивают там противника. Но мы стоим. Я теряю 0-2 золота, когда у меня полностью собрано ополчение. Ладно, это не так страшно. Теперь идем в Слупск. Потом пойдем, наверное, до столицы. Хотя у нас, наверное, уже наберется военный счет. Претензия на Слупск и готова. Хорошо. О, глав Светибор попадает к нам в плен. Нет, не к нам в плен. К моему союзнику он попал, поэтому выкуп за него взять не смогу. Навязываем требования. Замечательно. Плюс одна провинция. Контролирую ли я теперь 51% титулов? Нет. Знали бы, сколько это 51%. Но смотрите, у него принадлежит помирание. В помирании... А, я могу вот так узнать. 11 графств у герцога нашего. А у меня сейчас 4. То есть мне надо 6 контролировать. И желательно вообще 7, да? Давайте тогда сделаем претензию еще на принц Лау. Пока у меня перемирие с графом Светибором. Так, что там по решению? Предаться пьянству откадешилось. У меня тут на дне бокала очень мало. Поэтому придется подлить. Но я, наверное, все-таки не буду полностью выпивать. Я выпью половину. Ваше здоровье, ребята. Надо сейчас повторить анимацию вот этого персонажа. Я уже чувствую себя лучше. Надеюсь, мне не будет болеть горло. Потому что субстанция, которую я пью, довольно холодная. А у меня с горлом часто бывают проблемы, когда я пью холодное. Тем более, что я разговариваю потом на записи. И, да, это все складывается. Горло напрягается. Так, идем дальше по военному делу. Моя жена хочет мне помочь. Точнее, моим советникам. Лучше останься здесь со мной. Ты мне вообще собираешься кого-нибудь рожать? Тебе 39 лет. А наложниц мы брать не можем, да? Мне нужна любовница. Потому что жена мне никого не родит. Хотя бы бастарды пусть у меня будут. Чтобы я мог союзы заключать. Моя жрица Ева. Ты застенчивая. Скорее всего, не соблазнишься, да? Так, значит, нам надо найти кого-то еще. Да, ну-то, моя придворная. 34 тоже не подходит. Берта, 22. Молоденькая. Роман, 20%. Соблазнение, 30. Давайте попробуем. Соблазнить Берту. Надеюсь, я еще друзей смогу найти. Ой-ой-ой. Запах бьет в нос даже из-за закрытой двери. Тяжелый запах мясницкой лавки пропитал все вокруг. Это смрад от свежего трупа. Снова убийство, но господин. Ева отвлеклась от тела. Встает, вытирает окровавленные руки о фартук. Распоясавшегося убийцу. Нужно остановить. Убийца у нас при дворе. Можно начать расследование. Зарыть тело и забыть об этом. Или сказать, чтобы придворный врач у нас осматривал тела. Ну-ка, пусть она занимается этим. Осматривая тела, и может быть мы убийца найдем. О, жена забеременела. Удивительно. Надеюсь, ребенок родится. Потому что дети мне нужны здесь только для союзов. Не каждый подарок должен быть роскошным и дорогим. Иногда небольшой сувенир производит куда больше впечатления, если выбрать его с умом. Интересно, что ценит Берта. Я Берте вообще не хочу ничего давать. Если это будет стоить золото. Но вообще, ей, наверное, понравится чучело лисы. Она садист. Золото я на это не потрачу. Поэтому бери чучело лисы. Ей не понравилось. Понятно. Ну, это не важно. У меня уже жена беременна. Хотя это, скорее всего, первый и последний ее ребенок. Капец, мне 21 уже. 5 лет прошло. Так, претензия на принцлава у нас уже готова. 69 золота я потрачу. Это даже больше, чем у меня есть. Ладно. Где бы мне взять золото? В налеты надо ходить. Но грабить нам тут некого. Союзники, соседи, то есть, сильные. Поэтому, не знаю, где мне брать золото. Берта, ты солнце, что гонит ночь из моей души. Родилась у меня дочь, Анна Любич. За это надо выпить. Да, пока я не превратился совсем в скотину. Надо сказать, чтобы вы надо мной сильно не смеялись и не осуждали меня. Это все делается для... Для хорошего видоса. Этим утром нашли часть очередного тела, мой господин. Говорит моя жрица Ева и указывает на стол. Жалкие куски плоти лежат в кровавых лужах. В темной слизи набухают полоски ткани. Ужас. Как видите, здесь не целый человек. Для установления личности этого мало. Молиться за жертву я не буду. Мне, кстати, нужно 1500 престижа накопить. Потому что без этого я на помиранию не смогу сделать претензии. Установим постоянное наблюдение за всеми. Прямые вассалы расстроятся, но у меня их и нету, да? Только один мэр Пшебыслав. Это не важно. Его мнение меня не интересует. Так, можно получить достоинство военного дела. Берем. О, 150 престижа. Я слышу громкий шум, доносящийся из придорожной таверны. Когда же мои воители пинком распахивают дверь, моему взору открывается помещение, полное моих своевольных солдат. При виде меня они резко умолкают и утыкаются в кружки. Владелец прищуривается. Значит, это вы отвечаете за этот сброд. Да, это я. Парни здорово придумали. Налей-ка и мне. Пить с простолюдинами. Какая жизнь? Вы будете веселиться, пока не придет время вернуться к поискам. А у меня пусто. Парни здорово придумали. Отлично. Плюс достоинство военном деле. Берем. Бей, беги. Так, претензии у меня на Принцлау готовы. Кстати, есть проблема. У меня лимит домена 5. То есть я заберу Принцлау и все. А мне надо 7 провинций контролировать желательно. Ну ладно, объявляем войну. Я надеюсь, что я смогу сфабриковать претензии на Трон Сюзерена. А что у меня сейчас... А, я могу уже, кстати, переключиться... Я могу уже, кстати, переключиться на управление и взять себе Меритократию. Давайте все-таки это сделаем. Потому что через Меритократию будет проще забрать себе Померанию. Так, здесь мы деремся. Даже союзники нам не нужны. Все без проблем. Какой кулдаун вообще у этого решения? Но в этом году я уже смогу предаться пьянству. А, раз в 3 года я могу использовать. 3 года, кстати, очень быстро проходит в начале игры. Так, 150 престижа. Ждем 23 октября. Стоим на осаде. Ой. С восходом солнца я получаю известие о том, что ночью была убита Ева. Простолюдин. Ее жалко, зарезали и вытащили на всеобщее обозрение со свисающими наружу внутренностями. Тело быстро убирают и к рассвету не остается ни следа ужасающего преступления. Удвоит стражу. 50 золота? Нет, слишком много. Я помолюсь за жертву. Я надеюсь, что меня не убьют. Я не хочу так рано умирать. Мне нельзя. Я должен умереть от пьянства. Как бы это странно ни звучало, все. Мы забираем, кстати, что у моей жены с управлением. 9. Надо было жену с хорошим управлением найти. Но давай мне управление. Домен у меня не увеличивается. Лимит точнее. Ладно. А что у нас за культура, кстати? Померанская, а здесь? Палапская. Не будем менять культуру. Пусть усиливает развитие у нас управляющие. Хотя в этом, наверное, и нет смысла тут особо. Вот если бы я шел по ветке управления, то тогда да, там куча модификаторов. Постройки можно было бы строить. Но меня интересует сейчас только война. Кто нас грабит? Велетия. Керцог крутой тупица. Понимаете? Грабит нас. О! Перемирие с Гданьском закончилось. Моя покойная жена графиня Корнелия распласталась на полу в луже собственной крови, излившейся из множества колотых ран. За что убийца издевается надо мной, ребята? Жену мою убили, понимаете? А кто это сделал? Давайте удвоим стражу, так уж убить 50 золота я потрачу. Надо найти убийцу, потому что убийца рано или поздно может до меня дойти. Я возвращаюсь в покой и обнаруживаю письмо, написанное красными чернилами. Постойте, это же кровь. Прекратите поиски немедленно, правда не принесет вам облегчения, а если вы не остановитесь, я гарантирую, что вам и всем, кто вам дорог, не сдобровать. Этот почерк мой маршал Щенсный пишет практически так же. Неужели? Когда мне наконец удается выследить его, мой маршал Щенсный даже не пытается бежать от меня от моих стражников. Но здравствуй, святополк, и говорит он, меряя меня взглядом, наконец ты все знаешь, тебе понравились мои дары. Улыбка расплывается на его лице и меня охватывает дрожь. Щенсный, твари. Он убил свою жену. Кстати, Ева была моим врачом, жрицей моей. И он пришел к моему двору только из-за того, что они поженились, и он ее убил. Должно быть скучно творить такое в одиночку. Я могу получить стадизм. А почему бы нет? Я могу его, конечно, наказать. Туда-сюда, он убил мою жену. Но давайте тоже станем садистами. Щенсный станет моим другом. По крайней мере, я себя обезопасил от убийцы. Давайте найдем нового союзника. Ммм, да, союзники тут уже такие себе. Все-таки жена моя была очень полезна. Окей, давайте вот что я сделаю. Неважно, какая у меня будет жена. То есть благородная она или нет, даст она мне какой-то союз или нет. Главное, чтобы она давала мне хорошее управление. Поэтому Зофья Славика с интеллектом будет моей женой. Главное, чтобы она рожала мне детей. За счет этого мы будем делать союзы, а не за счет моего личного брака. Так, решение предаться пьянству у нас откадешилось. Плохие новости для меня. Боюсь представить, как я все это буду монтировать. То есть я буду уже трезвым и мне придется смотреть на себя. Пахнет вкусно. Подождите, зачем я пью? Я же не прожала решение. Стоп, я 150 престижа трачу каждый раз, когда это делаю. Капец. Это очень много. Ну ладно, ваше здоровье. Я опять не буду полностью пить. Объясняю, почему я не пью что-то супер крепкое. Поскольку играть мне придется, скорее всего, часа 2-3. Мне нужно, чтобы я постепенно впитывал в себя всю вот эту мерзость. И чтобы меня не убило моментально. К тому же у нас тут средневековье. Наш граф Святополк пьяница. И скорее всего в тавернах вот через кубок он пьет не крепкие напитки. Скорее всего у него там пиво или вино, что-то вроде этого. Поэтому я крепкую гадость и не пью. Но вы лучше не пейте вообще никакую. Так, а что мы делаем дальше? У меня же давным-давно уже закончилось перемирие с Гданьском. Вообще, если я уже прошел по ветке меритократии, мне нет смысла воевать с моими вассалами, да? Потому что я скоро заберу себе Померанию. А у нас началась война с Данией. И Даня скорее всего победит нашего Сюзерена. Хоть у него и есть союзник Вилетия. Это кстати плохо, что у него есть союзник. Потому что мне потом придется с ними двумя сражаться. Давайте мы пока просто подождем. И пока что подкупим золото. Найдем себе союзников. Надеюсь моя жена мне родится. Давайте сделаем с ней, наверное, роман. Стоп, а где любовница, которую я соблазнял? Она умерла или что? Соблазню я свою жену. А, она уже беременна, все, хорошо. Я все равно буду соблазнять других женщин. Мне еще нужен придворный врач. Кстати, давайте через решение найдем. Да, я буду других женщин все равно соблазнять. Просто чтобы у меня было много детей и много союзов. Как я и говорил, дорогие врачи. Поэтому придется делать брак. Радослава. Ты нам не подходишь. Жарец Богдан. 19 учености. И у него уже есть искусство врачевания. Основы врачевания. Все, ты будешь моим лекарем. Хорошо. Стоп, а где ты? Я не матрилейный брак сделал и потерял свою придворную. Да ну-то вернись, пожалуйста. Ай, дурак. Ладно, канцлер. Женись на этой Ксении тогда. Она знахарь. Так, не осаждайте, пожалуйста, мои земли. Я ничего плохого вам никому не сделал. С усталой, но довольной улыбкой Зофья показывает мне чудесную дочку. Кем ты станешь, мое дитя, и как я назову тебя? За Вацлава. За Вацлава. О ваших злодеяниях рассказывают от Ирландии до Катая. Довольно мне терпеть захватчиков. Пора вернуть мои земли. Граф Святибор из Гданьска, у которого я забрал мяско, объявил мне войну. Ну давай, переходи, посмотрим, как ты пройдешь через всех вот этих ребят. Это Норвегия. Что они тут делают? Они, видимо, в союзе с Данией, да? Норвегия, кстати, забрала себе Англию. А что стало с Вильгельмом? Ничего, он тут правит в Нормандии. Меня ненавидит. За что? А ну да, я же славянский язычник. Меня начинает крыть. Извините. Собираем свое войско и идем драться с вот этим вот. Король Свен победил нашего Сюзерена. Сюзерен у нас слабый. Потерял Слупск. Мы должны его свергнуть. Что это? Войны дороги, учитывая, как быстро пустеет моя каз... Ага. Сократите войные расходы. Недостающее снабжение. Ну почему там было 80%? Все, берем эритократию. Делаем претензии на трон герцога Зима Мысла. Заявить права на трон. Все. Это то, что нам надо. Так, здесь битва у нас идет. Мы выигрываем. Да. Кстати, я командую войском. Да. Хорошо. Зачем ты на меня нападал, мой собрат-вассал? Ты же понимаешь, что я намного круче, чем ты. Блин, происки раскрыли. Это плохо. Соучастников, кстати, я даже не могу найти. Ну ладно, я буду надеяться, что 40% шансов мне хватит. Герцог Зима Мысла. Что? У герцога Зима Мысла есть бастард, судя по всему. Давайте мы раскроем его секрет. Чтобы все знали, что у него прелюбодейство. Вот это Драгомира и его бастард. О, пленник у меня есть. Мой противник умер. Новый сюзерен? Герцог Святибор стал моим сюзереном. А я с ним воевал, да только что. Поэтому война у нас закончилась. Ну ладно, я начну заявлять права на его трон. Вообще без проблем. Мне без разницы, на чьи троны делать права. Спасибо за приглашение в совет. Да, я буду твоим маршалом. Я хочу развлечься. У меня есть друзья, но я ничего с ними не делаю. Мне бы даровать прощение надо щенцному, раз что он мой друг. Да, он был убийцей, там убил мою жену, еще нескольких придворных. Но я теперь тоже садист, понимаете? Опять происки раскрыли. Да господи. Так, тайный советник мне нужен хороший. Давайте найдем Магда. 17 интриг. Поддерживаю мои происки. 53 процента. Надо попытаться по-любому сделать претензию. Что это? Меня очень порадует, если вы лично проследите, чтобы маленькая Марина Запамирян получила достойное образование. Он мне свою дочь дает на воспитание. Да без проблем. Воспитаю идеально. Решение предаться пьянству откадешилось, значит пришло время предаться пьянству. Да, я сейчас понимаю, что я действительно взял слишком много, потому что я уже ощущаю сильное воздействие на свой разум. Предаемся пьянству, ребята. Ваше здоровье. Ой-ой-ой, это что-то необычное. Я просыпаюсь, моя голова покоится на мягкой подушке, а рядом со мной лежит несколько теплых тел. Жаркой должно быть выдалась ночка, я с трудом вспоминаю... Бе-е-е. Хм, открываю глаза, я вижу белую пушистую морду. Внезапно моя подушка встает и уходит, а за ней меня покидают и остальные. Я остаюсь в одиночестве лежать на сене. Что ж, это была неплохая авиа-ночка. Граф Светополк, ну чем ты занимался ночью с овцой? Кошмар. Вот, ребята, до чего алкоголь доводит. Просыпаетесь с овцой и понимаете, что ночь была, ну, немного не такой, которую вы планировали провести. Так, идем дальше. Герцог Светибор узнал, что Анна участвовала в заговоре у него. При дворе герцог посадила под замок. Кто это? Не важно. Все это не важно. Кстати, а у нас по Мерли отсоединилась, да? Да, герцог Огневомир, сын герцога Зимомысла. Стал независимым, отдельным. Окей. В целом можно... Что? Вооруженная поддержка. О, это мне надо. Плюс шанс на успех. 90%. Все, ждем. Четыре года? Еще хочешь ты, чтобы я твою дочь воспитывал еще одну. Без проблем. Мой выразительный вассал. Я полагаю, вам нельзя доверить высокую честь и ответственность, которую налагает графство Ландзберг. И поэтому я требую незамедлительно отказаться от этого титула. Я известный преступник? В смысле, а какое преступление я сделал? Да, я делаю претензии на твой титул, но... В смысле преступник? Я отказываюсь? Хочет, у меня отнять титул? А у меня солдат больше, чем у него. И у него нет союзников. Сейчас я найду себе союзников? У меня есть дети. И все. Герцог крутой тупица. Давай, на помощь. Так, союзник у меня есть, да? Надо позвать его. Хотя я тут и сам разберусь, но мы сейчас заберем столицу. И все. Герцог Святибор под атакой. Господи, Дания вообще наглеет очень сильно. Она хочет себе всю помиранию забрать. Непонятно почему. Претензий нет. То есть он просто... А, он священные войны делает. Короче, добиваемся независимости. Что тут происходит? О, 100%. Все. Война против стерни закончена. Повода отнять титул у меня больше нет. И повода заключить меня в темницу. Свободные вассалы у нас. Мы свергли с трона вот этого вот... Кем там... Кто это был? Святибор. Я теперь идеолог. В общем. Теперь наш сюзренгер Загиня Гнешка. Да. Я забыл, о чем я говорил несколько минут назад. Нам нужно... Вспомнил. Нам нужно стать низвисьмами. И принять католичество. Конечно, можно было бы и остаться при славянском язычестве. Но нас съедят католики, которые вокруг нас. Их тут очень много. Поэтому помирание у нас будет католическое. 28 лет графу Святополку. Кошмар. Сколько времени прошло, я не знаю. Минут 30, наверное, с начала записи. Не больше. Так, смотрите, что мы делаем. Мне опять придется фабриковать претензии, да? Господи, ну сколько можно? Спасибо за приглашение в совет. Фух, хорошо, что предаться пьянству я смогу только через два года. Потому что мне уже плохо. Я не переключился на военное дело, кстати. О, золотые обязательства. Берем и возвращаемся на стратегию. Сейчас мы начнем искать секреты и будем всех шантажировать. Это очень хорошо. Вы знаете, до того, как я начал запись, мне казалось, что я выгляжу не очень на вебке. Но сейчас я думаю, что я красавец. По долгу службы тайный советник Магда узнает, что скрывает герцог Бертран из Прованса. Он убил кого-то. Угу, угу. Давай ко мне золото. Шантаж. Найс. Потребовать вклад. 50. Блин, очень жаль, что Дания на нас нападает. Эти все священные войны. Нам по-любому надо принимать католичество. Можно даже это прямо сейчас сделать. Потому что, очевидно, наш сюзерен, герцогиня Агнешка, ничего со мной не сделает. Поэтому обращаемся в католичество. Мэр Камиль не примет. Представляете? Католичество он не хочет. Смотрите, что мы делаем. Отнимаем его титул. И все. Принимаем католичество. Можно еще православие принять, кстати. Тут православные рядом с нами тоже есть. Но православные, если я не ошибаюсь, не могут воевать с священными войнами, да? Берем, значит, католичество. Все. После решения обратиться в католичество, по моей просьбе, ко двору прибывает священник и проводит обряды. На кону моя бессмертная душа, я могу лишь молить, чтобы это решение было правильным. Но если оставить метафизику, моя первостепенная забота носит светский характер. Как поступит мой сюзерен, герцогиня Агнешка, когда узнает о моем отречении той веры? Неважно. Да славится Бог. О, кстати, с Эбислава можно ко двору получить. Монах. Давай к нам. Не знаю, что я с тобой делать буду, ты не можешь быть моим векарным епископом, но мы теперь католики. Столица наша тоже католическая. Обращаемся в остальные провинции. Зачем вы ко мне пришли, господа из Дании? Давайте, наверное, возьмем себе легких пехотинцев еще немного. И кони. Блин, я не хочу, чтобы Дания меня захватывала. Вы воюете священной войной против моей герцогини Агнешки, но меня-то зачем? Зачем мои владения саждать? Скоро я смогу предаться пьянству, поэтому надо подготовиться хорошенько. И, эээ, ну вы знаете. Кстати, а почему у меня так много владений? А, я забыл, я вспомнил. Анна стала гневливой? Хорошо. Да, я забыл город, который я отнял отдать померанской знать, наверное. А чем я занимаюсь? А, я жду, когда у меня будет претензия готова, да. Вспомнил. Предаемся пьянству, ребята. Дух товарь... А, я уже читал. Это ваше здоровье. Кошмар, когда я буду это монтировать, я, наверное, с ума сойду. Все, происки у кайзера Генриха мы больше не можем найти. Секреты, то есть делаем претензии. Нет, так произносить нельзя. Да, почтенный ученый, который придумал это слово. Короче, мой маршал говорит, что я что-то там не так говорю. Останемся при своем. Иди. Что происходит? Опять какая-то война? Велецкое завоевание домина Колобжек. Кошмар. Я, когда заберу себе помирание, у меня буквально ничего не достанется. Половина уже отошла почти Дании. Потом еще Велетия себе заберет земли. А я что заберу? Я стану просто герцогом говна. Извиняюсь за выражение. Здравствуйте, мей господин. Говорит Петр, один из ваших повров. У меня тут ваш подопечный Мария. Она обещала надраить в кухне горшки. И знаете, какое дело? Он взволнованно вздыхает. Она умела. Умела. Все сладости, которые у нас были. Что твой поросенок? Так обожралась, что аж вспотела и вся покраснела. Мария никогда не могла устоять перед сладостями, но это уже чересчур. Мария. Будешь наказана. Обжорство, лень или сострадание? Вообще мне плевать, что станет с этой Мария. Она моя подопечная, но она никакой значимости для меня не имеет. Пусть будет обжорой. Происки скрыты, но у нас шанс все равно большой. Так что не переживаем. Претензии на помирание у нас будут. Ой-ой-ой. После всего, что мы пережили вместе, я не могу поверить, что щенцный мог так поступить. Это предательство всей нашей дружбы. Некогда мы делили хлеб, но теперь он стал моим врагом на всю жизнь. А почему? Он теперь мой соперник. Почему? Я предал дружбу с щенцным? Я ничего не делал. Что это? Зофи становится моим наставником? Да без проблем. Щенцный. Ну ладно, так уж и быть. В темницу я тебя не смогу отправить, да? Ладно, сиди пред... А почему мне так мало престижа? Кошмар. Я иду по двору, и на меня вновь накатывает злость. В последнее время у меня в голове крутится одно и то же. Воспоминание о том, что щенцный и я стали соперниками. Нужно отомстить. Отомстить. Щенцный должен за все ответить. Я смотрю настоящую передо мной виселицу. Возможно, если я все сделаю правильно, скоро тут будет болтаться щенцный. Я не могу начинать происки против него, потому что у меня закончатся происки на претензию. Высокое средневековье. Стоп, что? Высокое средневековье? Кстати, у нас культура реально очень хорошая. То есть мы, померанцы, вообще не отстаем от остального мира. Франконцы даже до сих пор в раннем средневековье. Французы перешли. Ну, греки, понятное дело. Но мы вообще прям не отстаем. Мне сейчас нужно просто свернуть сюзереном. Собрать вот эти земли, наверное, у Дании. Создать померанию, королевство. И все. Потому что тут славянские язычники, там священные воины, туда-сюда. И мы готовы. Давайте сходим в паломничество. У меня есть золото. Пойдем в Иерусалим. Я заболел. Сейчас нельзя сдаваться. Я крепкий мужик. Посмотрите. Похож ли этот персонаж на меня, скажите мне. Графиня... Да, да, да. Мне нужны претензии на... Стоп, а у нас в померании вообще ничего не осталось. Я буквально могу просто объявить войну герцогине Огнешке. Завоевать ее последнюю провинцию Щетцин. И все. Я смогу сам создать просто померанию. И... Но я все-таки попробую через интриги, раз уж у меня претензия уже делается. Все. Граф Светополк, давай мы тебя сфотаем. Сними свой дурацкий шлем. Ох, какой. Все. Претензии на померание у меня есть. Темная пещера. Да, да, да. Нам надо предаться пьянству. Когда смогу? В 84-м. Еще год можно не пить, ребята. Так. Фракция в поддержку претендента. Я. Герцогство померания. Но у меня уже огромная сила. Я выдвигаю требования. Может быть даже наша... Нет. Она отказывается. Значит война. Все. Идем войной. Собираемся. Сколько нас тут? 2 200. Господи, у нас... Герцогиня Гнешка супер слабая. Так что хорошо, что мы ее свергаем. Вообще никаких вассалов не получу. Да, я ее единственный вассал. Еще у нее есть мэр Патрик. Ну да. Сын и наследник. Ура, ребята. Радуемся. Стоим на осаде. Все. Сейчас мы станем независимыми. Можно даже войти в состав Священной Римской империи. Кстати, но тогда я не смогу свою империю создать. Сто процентов. Все. С кайзером как минимум надо будет сделать союз. Потому что он может быть опасен. Все, я герцог. Вот у этой герцогини Гнешки я бы забрал Берент. Кстати, надо ее потребовать обращения. Угу. Отказывается. Заключить в темницу. Не захотела она сдаваться. Так, смотрите. Что здесь происходит? Да, у нас есть померание независимое. Для создания королевства мне надо 11 графств контролировать. 100 золот, 500 золота иметь. Я сейчас постараюсь все это сделать. Идем в атаку. Замечательно. Теперь в столицу. Навязываем требования. До свидания. Сколько мне лет? 35. Офигеть. Да, ребята. Вот так вот. Моргнул. Буквально, казалось бы, час прошел. А на самом деле, несколько лет. Даже несколько десятков лет. Так, могу ли я предаться пьянству? Могу. Не зря я все-таки налил. Кошмар. Да, я реально, кстати, взял слишком много. Мне кажется, уже достаточно. Но мне интересно, что будет дальше. Я боюсь, что произойдет. Точнее, что будет, когда я буду все это монтировать. Потому что я, скорее всего, от себя просто с ума сойду. Церковь. Едва заметим, что на другом конце стоит мой соперник. К счастью, я собираюсь уйти, но тут, к моему удивлению, герцогиня Зофия мажет мне рукой, подавая знак, чтобы показушка осторожно приблизился. Кто? А, этот показушка. Он согласился встретиться на нейтральной земле. Крайне прискорбно, что столь суровые люди враждуют друг с другом. Возможно, пришло время это исправить. Я могу перестать быть соперником щенственным? Я исправлю его лицо. Ой, я его могу избить. Чуть не сматерился, представляете? Ранение он получит. На тебе, щенственный тварь. Не надо быть моим соперником. Ты был моим другом, но почему-то мы перестали дружить. Кстати, я должен был выпить больше за то, что я предался пьянству. Я пролил на себя субстанцию. Кстати, вам может показаться, что моя футболка черная. Но на самом деле она фиолетовая. А это основной цвет на моем канале. Да, я уже начинаю с ума сходить. Моя жена заболела раком. Грустно. Давайте попробуем рискнуть. У меня вроде врач хороший. Успешное лечение, отлично. Так, что я делаю вообще? Я независимый, да? Я правлю помирание. Я вообще об этом забыл. Нам надо создавать королевство. Поэтому мы сейчас нападаем с вами на Померлию. Священную войну из-за графства. Престиж у меня вообще отрицательный, кстати. Ну ладно, мы идем с вами вот сюда. Я хочу создать королевство. 11 графств мне надо. Ой-ой-ой-ой-ой. Союзники есть у моего противника. Велетия. Ой, Велетия же еще и мой союзник. Или нет, уже нет. Да, все верно. Надо было мне позвать герцога Крутого на помощь. Но у меня есть еще два ребенка. Я могу заключить союз с Норвегией. Сейчас Норвегия придет ко мне на помощь. А мы здесь отступим немного. Хотя мы уже получили очень больно. Нет! Нет! Я все в плен. Я в заточении. Надо попытаться сбежать. Если я смогу сбежать... Я ранен. Война закончилась. Надо было священный орден на помощь позвать. Тогда тамплиеров, да? Кучу золота я потерял. Ужас. Вы знаете, пока что все это выглядит так, как будто я просто напился и играю. Просто играю. Потому что мой персонаж никак себя не проявляет в роли пьяницы. И вообще практически ничего не происходит. Именно мой персонаж сам ни с кем особо не взаимодействует. Поэтому надо это исправить. Мне нужна любовница. Блин, надеюсь, кстати, моя жена выживет. Она мне очень много управления дает. Надо кого-то соблазнить. Кайзерина Берта. 39 лет. Старая. Ой, священная война у нас закончилась поражением. Это так грустно. О, королева Данута. Из Польши. Как насчет романа? Или может быть соблазнение? Роман больше шанс. Делаем. Споем балладу о любви. Да, надолго не сможет сопротивляться моим чарам. Я же такой очаровательный. Просто кошмар. С ума сойти можно. А откуда у меня сын? Я вообще... Я говорил об этом, о том, что у меня сын родился. Мешко. Я его буду воспитывать. Опять я могу перестать быть соперником с Щенсным из-за того, что он болеет. Теперь же, когда я смотрю на его слабое и почти бездвиженное тело на постели, отчаянно цепляющиеся за жизнь остатками сил, меня приполняют противоречивые чувства. Ты хотя бы меня узнаешь? Ты никченый подлец. На мгновение его лицо принимает осмысленное выражение, а глаза начинают лихорадочно искать меня, но так и не находят. Ладно, Щенсный, раз уж ты болеешь, ты немощный. Перестанем мы быть с тобой соперниками. Так уж и быть. Что это? Неважно. Пытаюсь я кого-то тут соблазнить, да? И вновь я могу предаться пьянству. Поединок с князем-епископом Готфри. За сердце королевы Дануты. Еще один враг повержен, я победил. Но мне придется предаться пьянству. Ваше здоровье. Итак, поскольку первая бутылка закончилась, я пошел за второй, потому что иначе я не смогу нормально предаться пьянству. В общем-то, подливаем немного. Я, кстати, забыл, пил ли я, когда я только что нажал это решение. По-моему, нет. По-моему, я все выпил еще в прошлый раз, когда предавался пьянству. Но сейчас мне снова придется это сделать. Я реально забыл, я не помню. Ну ладно, я уже чувствую себя лучше. Все, я не стал пить, у меня уже немного начинает болеть горло из-за того, что я эту холодную дрянь пью. А что вообще происходит в игре? Вроде все нормально, да? У нас Ландзберг обратился в католичество. Идем дальше. Мне надо воевать сейчас против вот этого герцога Людовика, против Дании и против Вилетии. На Вилетию, кстати, можно напасть. И можно сделать священную войну за герцогство Вилетия. Четыре провинции я заберу, а объявить войну. Вилетия сильная, а у меня союзники вообще есть? А, Норвегия же мой союзник, точно. Король Магнус, давай на помощь. Кстати, норвежцы потеряли Англию. Теперь тот англосных солнце правит. Годвины, Велигелем Завоеватель помер. Ну ладно, мы идем с вами в Вилетию. Забираем ее себе. Я смог соблазнить Дануту, королеву Польши. Она теперь моя родственная душа. Замечательно, а как... Неважно. Стоим на осаде. Кстати, противник уже у нас тут. С кем-то дерется. Непонятно. Кто у меня грабит? Ну пожалуйста, не надо. Я не смогу отбиться от этого налета. Ладно, я буду воевать с Вилетия и грабьте меня сколько хотите. Идем в столицу. Где Норвегия? Я же позвал их на помощь. А, у них там еще война какая-то против Ямтланда. Еще у меня родилась дочь. Надеюсь, ты станешь сильной и мудрой. Все, ко мне попадает в плен герцог Франтишек. Сто золота. А давайте-ка я возьму. 64%. Потому что у меня золото в минусе. Бастард родился у меня от королевы Дануты. Мир узнает о моем ребенке. Мне все равно. Пусть все знают, что я прелюбодейник. Что у этой королевы Дануты это у меня ребенок. А что происходит? А, мою столицу захватили. Деремся. Побеждаем. Отлично. Все, достоинство стратег открыто. Сейчас я освобожу Зольдин. Моя любовница королева Данута уже какое-то время Агана. Опять беременна от меня. И теперь король Польши. Мой соперник, да? Кирсогиня Софья в темнице. Ладно. А, вообще у меня куча детей в темнице. И мой наследник. Так, но король Польши, король Казимир теперь мой враг. Из-за того, что я с его женой немного поразвлекался. Деремся. Лечим жену. Ой, врачебная ошибка. Ну, бывает. 82%. А, мне надо еще коллабжек захватить. Жена моя умерла по домашним арестам. Надо искать новую. Я хочу престиж, кстати. Пусть Рагнфрид Эрикс Доттер будет моей женой. 600 престижа. Стоим на осаде. Грустно нашему персонажу. Стоп, это моя новая... Ага, любовница моя умерла. При родах. Ой-ой-ой. А ведь она была моей женой. Ой, любовницей. Я должен создать Балтийскую империю. Кстати, границы у Балтийской империи очень маленькие. Тут самая главная сложность, наверное, в создании Балтийской империи, это вот накопить тысячу золота. Потому что тут везде племенные графства. Все, он, кстати, 100% навязываем требования. Да, тут племенные владения. Все это захватывать, феодализировать очень долго. Мою дочь предлагают выкупить за 25. Не. Спасибо. Можно нападать на лютицу. Тоже священной войной. Но мне не хватает чего-то уровня набоженности. А почему я греховный? Почему? Придется предаться пьянству. Еще одна чаша. В меня уже на самом деле не вылезает все, что я пью. Надо поискать секреты. Чтобы шантаж сделать. У папы поищем секреты. Фракция. Славяноязыческие популисты. Ой, а у меня очень много этих провинций. Я могу, кстати, создать королевство. Я могу, кстати, создать... Я могу, кстати, создать королевство. Но для этого мне нужно 500 золота. А где его взять? У нас столица вообще не прокачена. Давайте мы его сюда в Анкону перенесем в столицу. Надо повысить тут контроль. Опять я чей-то секрет узнал. Надо брать золото. Да, и, наверное, о владении помирании я просто раздам. Мой сын Мешко пусть получает себе вот эти три провинции. И второй сын. Вот эти. Теперь мне надо накопить золото, чтобы создать королевство. Но прирост золота у меня ноль. И знаете, это маловато. Палапские славянские мятежники. Палапские славянские популисты хотят поднять мятеж, но нет. Смерть вас освободит, ребята. Атакуем их. Да, у меня в плане войска вообще все очень плохо. Отстойные профессионалы. Но мы нормально выносим популистов. Это самое главное. Все, навязываем требования. Моя дочь Анна родила от моего кайзера Айшно. Ужас. Этот дом вергнут в хаос. И все по ее вине. А что с моим голосом? С наслаждением отмокая в ванне, Собислав и я беседуем на разные темы. Время от времени отпускаю сальные шуточки. Я чувствую, как напряжение опускает мое тело. И понимаю, что дело не в только воде и расслабленных мышцах. Мне приятно находиться здесь. А все потому, что мой Собислав... Со мной Собислав. До того, как открылось наше общее увлечение банями, у нас было не так много возможностей хорошо узнать друг друга. Теперь же я тешу себя надеждой на новые встречи. Ведь они всегда были наполнены смехом и радостью. Получается, мы теперь друзья? Епископ Собислав из Восточной Англии. Да, да, да. Теперь ты мой друг. Так, а чем я вообще занимаюсь? Мне надо воевать, создавать королевство. Вообще нет. Мне надо накопить золото сейчас. Поэтому мы копим. 44 года мне, жесть! И я снова могу предаться пьянству. Ваше здоровье. Я уже не могу это пить. Но... Главное не напиться и не умереть. Это очень опасно, ребята. Я чувствую себя уже лучше, да? Надо что-то здание делать. У них союз с Рюриковичами. С Рутенией. Крестовый поход! А куда? Наверное, на Иерусалим. На Валенсию. Мои войны будут готовы к битве. Против мувладистов, да? Мы воюем. Кажется, мне мы проиграем. Хотя подождите. Валенсия. Мувладисты. Возможно, даже мы сможем победить. Надо выбрать бенефициара. У меня есть дети, оказывается. А почему моя дочь у меня в темнице? Ты мой бенефициар? Выходи из темницы. Вы знаете, я, скорее всего, вырезал все эти моменты. Но я сейчас очень сильно и очень часто икаю. И меня это очень сильно раздражает. Во имя Бога, просители со всей державы в последнее время выстраиваются в очередь. Эта работа кажется нескончаемой. И все же один из просителей делает шаг вперед. Надо думать, один очередной купец, попавший в беду. Думаешь, сможешь вымолить у меня печать, горжанин? Я герцог. Торговица торопела, смотрит на меня часто моргая. Я сказал, что это не так. Выпить? На трезвую голову я этого не вынесу. Запой на три года у меня будет. Я готов к этому. Зачем я решил записывать этот ролик? Но мне казалось, эта идея правда гениальной. Да, все прокачиваем. Да, разумеется, моя дочь там где-то будет. Крестовый поход начинается. Давайте сходим. Хотя мне не хочется тратить золото. На вот это вот все я хочу создать королевство. Но Валенсию, мне кажется, мы без проблем сможем завоевать. Икота, икота, перейди на Федота, сведота на Якова, Сейкова, на всякого. Так, идем в бой куда-то с кем-то и проигрываем. Понятно. Но этот крестовый поход, скорее всего, будет неудачным. Ладно, ребята, возвращайтесь домой. Пусть они там сами разбираются. Меня грабит кто-то, лютится. За что? Я вообще не понимаю, что происходит в игре. Крестовый поход закончится, скорее всего, неудачей. Хотя, скорее всего, мы сможем победить. 39%. Канцлера у меня нет. Теперь есть. Да, крестовый поход закончится успехом. Деус вульд. Мне золота не хватает. Я войско не распустил. Решение предаться пьянству снова доступно. Кошмар, я реально взял слишком много напитка. Для этого ролика. Когда уже мой персонаж умрет? Я хочу, чтобы это все остановилось. Предаемся пьянству, ребята, ваше здоровье. Вот оно. Вот оно. Мой сын и наследник граф Мешко вырос. Поздравляю. Давайте жену найдем. Он на романде. Женщина-гигант. Диеваз благословит защитников. Чел реформировал... Видеализм? Или что? Он стал главой Видеализма? Я не понял. Ладно, не важно. Герцог Людвиг теперь мой соперник из Памерли. Объявляем ему войну. Не могу. Ладно. Крестовый поход закончился успехом. Валенсия теперь католическая. Какой красивый герцог Геральт. А, нет, не красивый. Извиняюсь. Нападаем на Лютицу. А, блин, у меня нет благочестия достаточного количества. Я греховный. Что? Я могу попытаться соблазнить своего соперника Казимира? Ну ладно. Он отлученный от церкви. Какой шанс на успех? 20%. Пытаемся соблазнить Казимира. Ему нравится все. Что у нас по инновациям? Мне нужна королевская прерогатива. Стоп, а наш идеолог? Хальстейн? Швед. А я швед, разве? Я померанец. А ну да, я культурный идеолог. Королевская прерогатива. Какие-то беженцы к нам пришли. Признай, что Бог Великий это станет место. Признай, что Бог Великий это место станет твоим домом. Надо выпить. Нервный срыв у меня. Ура! Я и король Каразимир. Казимир. Казимир, колосажатель. Возлежим на одном ложе. Ебанаса. Да, да. Что происходит вообще? Как трудно быть правителем, когда ты вечно пьяный. Колобжек, объявить войну. Поехали. Я даже не знаю, за что я объявил войну. Но мы идем вперед и побеждаем. Союзники у них. Я зову Норвегию. А нет, Нормандию. Советника нет. В атаку, братья. Вперед. Я в темнице. Надо сбежать. Я сбежал. Мне кажется, я этот ролик не выпущу никогда. Потому что мне мерзко от самого себя. А на кого я напал? Извиняюсь. Накал обжег на лютицу. Ладно, идем. Деремся. И на осаде стоим. Сто процентов. Это была война за одну провинцию. Зачем я ее объявил? Что? Ладно. Фассальный договор. Какие-то члены семьи. О, выплаты ты потребовать это мне надо. Только что заметил, что я умер. Герцог Святополк наконец обретает мир в объятиях Христа в возрасте 57 лет. Он напился до смерти. Его будут помнить за склонность к сужеской, супружеской измене и вожделение. Герцог Мешко восходит на трон. Поздравляем. Ну что же, дорогие друзья. На этом сегодняшний ролик можно заканчивать. Я напился как тварь. И мне очень плохо. Я икаю. Я не понимаю, что здесь на экране происходит. Надеюсь, что когда я отрезвею и смонтирую этот ролик, из него выйдет что-то интересное. Да, королевство ищешь тем более Балтийскую империю создать мне не удалось. Но что осталось? Померли. Все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok